Добрый вечер, дорогие мои! Мы снова на берегу нашего, теперь уже знаменитого озера. Вы на канале Приют Ангелов, с вами Народный Батюшка. И здесь, на этой скамейке с названием «Скамейка счастья» мы рассуждаем с вами о том, какое счастье должно быть у человека, как к нему прийти, как его добиться и как жить в счастье, потому что мало счастья узнать, надо в нём остаться, надо в нём закрепиться, надо в том радости и веселье, которые заповедует Христос, быть постоянно, быть в духе. А быть в духе нельзя раздражённым, обиженным, огорчённым, злым нельзя быть в духе. Дух – это всегда только счастье, радость и веселье. И это непростое состояние, которое на самом-то деле ищет не просто человек, а ищет всё общество, страна ищет счастье и всё время хочет быть в этом счастье. И вот разговаривая о стране, о его новом состоянии, мы с вами уже пришли к разговору о том, что надо менять позицию с получения счастья через капитал, через желание заработать, через стремление всем быть богатыми вещами, деньгами, жратвой. В данном случае я так могу назвать то, что чаще всего нам сейчас хочется всем. А быть счастливы целой страной так, чтобы в этой стране было меньше обиженных, меньше погибших, меньше повреждённых, меньше заболевших. Потому что именно это отражает состояние общества, а пока мы с вами в этом плане далеко не на лучших местах. По крайней мере, у нас растёт, например, самоубийство, количество самоубийств. Ну, вроде тенденции сокращений, то есть остановки самоубийств детей – это уже хорошо. Но, может быть, она потому, что детей сейчас становится меньше. Мы в таком, значит, сейчас спускающемся по графику положении, что вот, ну, растёт заболеваемость, она никуда не девается. В какое-то время приостановилось количество преступлений, и сейчас оно опять поднимается. В какое-то время сократилось количество погибших на дорогах. Сейчас опять... Вот что это не так? Вот почему это вдруг счастье страны, которое оценивается именно вот этим, что преступность меньше, заболевших меньше, погибших меньше, почему-то уходит из рук, хотя стараются те, кто вроде им занимается на государственном уровне, показать, что они на уровне, что они на уровне. И я думаю, что вот с тем, что у нас некоторая такая ветхая психология и желание государства запустить в капитализм с некоторым только, можно так сказать, видимостью социализма, то есть вот общее благо для всех остальных, у нас на самом деле, на мой взгляд, уже и ветхий взгляд на государство-то. На государство. Вот сейчас в последнее время очень много сопоставлений. Кто был первый? Русь или Киевская Русь? Где истоки русского народа? Объединял ли русский народ в те странах, которые он был на протяжении веков и исторически был там русский? И знаете, вот это такой немножечко действительно ветхий или старческий подход к своей истории, в который мы, в общем-то, забываем, что не только русские, но и Балты, например, или Фино-Угры, вот, ну и другие народы, азиатские какие-то народы, которые поднимались, хазары там, караимы там, и всякие народы, которые поднимались на эту территорию, больше того, арии, которые ушли сначала на восток, арии, которые ушли на юг, воссоединились, пришли и стали воевать друг с другом, якобы это разные русские народы. Ведь это всё нивелируется. Мы уже, разговаривая об этом, чувствуем такую ветхость и такую, можно так сказать, уже историческую старость, что вот такая вот старость историческая, она уже не является не только опорой, то есть как вот клюка старая, подъеденная жучками, уже не держит и ломается потихонечку, но и тем более не является мотивацией в какой-то определённый момент. Я даже не знаю, когда вдруг кто-то почувствовал, что Россия, а не Советский Союз, это мотивирующая форма названия страны, которая действительно будет звучать гордо, и мы эту гордость пронесём. Нет, во время Олимпиады 2014, ой, во время Сочинской Олимпиады, значит, действительно, это звучало очень достойно, и было приятно видеть и наших, значит, спортсменов, и нашу Россию, и Сочи, и все эти объекты действительно великими. Сейчас-то вот мы докатились до чего? У нас не флаг, не гимн, не форму не пускают даже на эту Олимпиаду. И мы смиряемся, говорим, да, ладно, вот мы поедем в сереньких костюмчиках, Катюшу даже не пустили, дайте нам музычку какую-нибудь. Вот и я думаю, что они подберут музычку, музычку подберут еще больше унижающие, значит, россиян, россиян, русских, или как мы себя ощущаем, вот до степени серенький козлик. Я не знаю до какой степени. Почему это нельзя сделать с китайцами? Почему это нельзя сделать с немцами? Да я так понимаю, нельзя это сделать уже и с турками. Почему с Россией это можно сделать? И Россия, ладно, ребята готовились, да пусть едут как-нибудь, мы здесь будем знать, что они наши. Вот. И знаете что? Я-то думаю, что здесь одна из причин вот того, что вот так все воспринимается на таких находится уровнях восприятия и значения наша страна, что она действительно вот в своем осознании, в своем явлении, в своей истории ветхая. Ветхая. вот психология ветхая. Казалось, с новой России придет новая какая-то идеология, придут какие-то новые люди, всплыли самые какие-то черные патриоты, всплыла какая-то религия, которая свежести никакой не дает, опирается вот на бюрократизм бюрократы. И там в чиновники бюрократы, и в религии бюрократы вот этот весь бюрократизм говорит, что все не двигается, все тупо стоит, как испорченный паровоз, который вперед летел-летел и наткнулся на какую-то, устарел маленечко этот паровоз. Поэтому мне кажется, что новая эта идеология должна быть не только в какой-то новой психологии развития человека, направленного действительно на будущее, на будущее, которое уже связано с высокими технологиями в цифре, но и сама страна должна какой-то получить новый и статус, и образ, и я бы даже, знаете, предложил новые названия. И новые названия. Потому что Россия название хорошее, я его поддерживаю, я флаг российский люблю, герб с двумя значит головами орла вообще замечательный герб, который естественно всех пугает, как химера, но у многих химеры есть в гербах и ладно, мы их тоже не очень-то боимся, но тем не менее все это на самом-то деле достойно. Но почему это достоинство не приводит к статусности? У нас еще все время подозрения, а если у нас суверенитет вообще, разговор о том, есть суверенитет, есть, есть у нас это на тысячном году с лишним значит существование государства, сколько у нас в 88-м было тысячи лет Руси, ну сейчас уже получается в общем тысяча двадцать тысяч, да ладно, сколько там лет, она конечно еще раньше была, и понятно, что русские на этой территории вообще долго жили, как минимум несколько тысячелетий, вот копенки, наш там генотип 40 тысяч лет, 70 некоторые говорят, что тысяч лет, или Сунгирь тоже 40 тысяч лет ставит, и генотип тот же самый, ген, и все эти показывают, что это русские были, ну значит они тут и жили, так вот мне кажется, что вместе с обновлением такой вот психологии мышления и отказа от того, что мы работаем на то, чтобы все стали богатые, а беремся за то, чтобы все стали счастливыми, счастливыми, и все на это нацелимся, в том числе, я извиняюсь, конечно, не только государственные чиновники, но и как-то так вот все должны осознать, что надо думать о том, что счастливыми должны быть люди, и церковь должна думать о том, что она сама призывает будьте радостны и веселые, и надо сказать, что христианство на Русь приходило как простая радостная религия, для простых людей, крестьяне были, крестьяне были главными христианами, а крестьяне никогда не будут принимать то, что сложно, что тяжело, что не несет радости, что не несет и если в 19-18 веке уже дворянство начинает презирать христианство православное и там та же Екатерина вторая прячет Остромиврова Евангелие к себе в плотяной шкаф, чтобы кто-то не подумал, что она вот эту древнюю Русь знает и читает и что-то в ней хочет разобраться, то крестьяне оставались верные христианству до 20-го века и вместе с новомучениками приняли это мученичество разрушения церкви, значит, все должны подумать о том, что как принести счастье и кто должен быть на самом деле счастлив, тот, кто приносит его со стороны государства и со стороны значит церкви или все-таки тот, кому оно должно было принадлежать. И вот в этом понимании я так понимаю, что вот ветхость, вот это ветхое осознание, оно тоже должно поменяться. Китайцы взяли и поменяли. Они включили идеологию, они переработали идеологию, они взяли свой старый Китай на новые идеологии и, честно говоря, немножечко с новым названием. Так как он сейчас называется, он никогда не назывался. А мы думаю, придем. Я бы предложил, может быть, новая Россия, нужно название. Лучше бы, лучше бы, наверное, новая Русь, потому что россияне какой-то, помните, ельцинское россияне, такое уже тоже стало это. А я бы вообще вернулся, даже не вернулся, а вот такое новая великая Русь. такое бы вот новые названия дал новому государству. Пусть это новые названия пока... Почему Великая? А кто теперь Великий? Где? Великобритания? Это кусочек этих островов Великобритании? Да нет! Сейчас кроме Руси Великий Китай, Великая Русь, Великая в том числе и Америка пока еще Великая вот стремительно падает вниз сама себя уничижая но пока еще никто ее на Олимпиаде гимна флага и формы не лишает нам и вот вот докатились поэтому дорогие мои хотя бы в голове у нас должна появиться новая страна с новой психологией где честность где правда где новый тип человека стремящегося добро принести действительно являются главными вот такая новая значит это великоросы но может быть и это название немножечко устарело может быть как-то и по-другому должны мы назваться но то что нужно обновляться это это сто процентов он уперлись уже вот всеми руками и ногами в какую-то стену ветхости уже вот какой-то значит которая не дает желания прежде всего молодежь не понимает как развиваться когда ты развиваясь должен тащить весь этот груз вот этих значит ветхих людей с их значит ветхим патриотизмом с их ветхими понятиями о том что такое страна и что такое будущее будущее вот такое мое размышление давайте подумаем не ругайтесь только я опять предупреждаю что ругательские комментарии не проходят они все удаляются вот мы тут приют ангелов а не каких-то значит кого не поймешь кого и желаю вам этого нового мышления внутри себя каждый день можно обновляться каждый день можно осознавать что ты можешь принести счастье кому-то ну хоть ближнему хоть кошке своей принести счастье это уже большое благо особенно оно благо если оно ради Христа здоровья всем вам радости аминь не как не аминь не 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 аминь не не